Приветствую вас. Надо сказать, что самым простым ответом вам на вопрос будет именно рекомендация обратиться к психологу за личной консультацией, возможно, и скорее всего за не одной личной консультацией, потому что одной личной консультации скорее всего будет мало. Вам могут и вытлеснуть, выговорить, проговорить, выразить всю боль, которая сейчас имеет место быть. Только снизив нокаут негатива, только снизив эмоциональное напряжение, точнее, у вас будет шанс реально по-настоящему что-то изменить. До тех пор, я бы сказал, что вы просто-напросто будете крутиться, как белка в колесе и всё, к сожалению, это именно такая история. Более такой, ну скажем, глубокий ответ связан с тем, что для вас наша девушка, с которой вы расстались, почему вы расстались, чего вы хотели от девушки, судя по всему хотели много чего, судя по всему хотели довольно много от неё, увы. Вот. И, на мой взгляд, это то, с чего вам нужно начинать. По сути дела. По сути дела, это то, на что вам нужно обратить своё самое пристальное внимание сейчас. Вот. Значит. Всё, что вы описываете, всё, что вы говорите, это следствие. Это ни в коем случае не первая причина. Первая причина, она, скорее всего, в другом. Причина касается, скорее всего, совсем других аспектов. Вот. Но, что интересно, это то, что вы ничего об этом нам не говорите. Что интересно, вы ничего об этом нам не поясняете, не рассказываете. Вот. И мне, обдумается, мне представляется, что свои эмоции вы загнали очень глубоко, очень далеко. И именно они не позволяют вам отпустить ту самую боль, которая вас съедает из, возможно, внутри. Поэтому я бы рекомендовал вам конкретнее сформулировать для себя вот эти моменты, которые причиняют вам сильнейшую боль. То есть вот вы пишите, что началось три года назад, когда расстался с девочкой, у которой был полностью влюблён. То есть совершенно очевидно, да, что ваша влюблённость в неё, совершенно очевидно, что она имеет, скажем так, личную заинтересованность. То есть вы лично заинтересованы были в том, чтобы быть с этой девушкой. То есть она вам очень сильно была нужна. И вся история в том, вся тонкость в том, чтобы понять, чтобы понять, в чём именно заключалась ваша нуждаемость в ней. Вот. Конкретно. Почему вы так сильно нуждались в ней, а может быть даже и нуждаетесь дальше. Что на самом деле, что на самом деле из себя представляет это чувство, которое вы называете любовью. Вот. Вот мне кажется, что именно это и нужно вам для себя выяснить. Ваша травма, которую вы безусловно получили, связана именно с искажённым восприятием данной ситуации, искажённым восприятием данной истории, искажённым восприятием того, что на самом деле случилось. Вот. И в силах, так сказать, того, что ваши потребности остались, остались и остаются теми же, что именно вот с потребностями вашими сейчас на данный момент ничего не происходит. то есть они никак не удовлетворяются. Вот. Вы поэтому и находитесь в такой, в таком состоянии. Вот. Состояние ваш продолжает ухудшаться. Вот. Что это конкретно, да, можно будет сказать только, конечно, после проведения работы с вами, после выяснения всех аспектов, которые произошли. Вот. Только после выяснения характера взаимоотношений между вами и девушкой. То есть, чтобы была информация у нас о том, как и что происходило. И вот только тогда уже можно будет говорить о помощи вам. Я уверен, что вы попали в то, что называется любовной зависимостью или наркоманической любовью. И, соответственно, избавиться, освободиться можно только переключением внимания с девушкой, по которой вы до сих пор скучаете, тоскуете, нуждаетесь на себя самого. Вот. Очень важно понимать при этом причину. Очень важно понимать при этом причину, по которой вы, собственно, рассказываете. Потому что неправильное понимание причины, незавершенность отношений, ну вот, собственно говоря, и, значит, мой ответ приводит к тому, что происходит на данный момент. Надеюсь, что мой ответ помог вам увидеть направление своей проблемы. Вот. Ага. Еще раз хочу подчеркнуть, что на данный момент можно с абсолютной уверенностью сказать, что у вас очень сильные чувства, очень сильное эмоциональное напряжение. Для того, чтобы вам успешно работать, необходимо это эмоциональное напряжение снять. Сделать это на самом деле можно. Я не буду говорить, что это прямо очень легко, но это можно сделать. И тогда, я полагаю, что вам будет куда-куда легче, и вы сможете наконец-то двигаться, начать двигаться дальше. На этом все. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку, я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим, мой ответ. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.